На пенинах, ставших в старом свете эпицентром пандемии, люди вот уже третью неделю живут в изоляции. От граждан Италии требуется противостоять коронавирусу, не выходя из дома. Но настоящую войну с COVID-19 ведут врачи и средний медперсонал. Жесткие ограничительные меры должны привести к спаду числа инфицированных, но пока больницы переполнены пациентами. Вот что сказал Евроньюс доктор Джаком Аграсели, работающий в одной из миланских клиник. К сожалению, в отделении интенсивной терапии мы пока еще не видим положительного эффекта карантинных мер, которые были введены, по сути, 12 дней назад. Потому что, опять же, требуется несколько дней, прежде чем у пациента появятся некоторые симптомы, пока его состояние не станет настолько критическим, чтобы нуждаться в госпитализации. Надеюсь, на следующей неделе мы увидим некоторые результаты принятых мер. В минувший вторник число умерших от COVID-19 снова возросло. Но в целом по стране показатели заболеваемости снижаются, что вселяет сдержанный оптимизм. Похоже, что в последние несколько дней тенденция меняется. Число случаев заражения в течение двух дней незначительно науменьшилось. И это как будто свет в конце туннеля. Это обнадеживает. В ряде регионов Италии стараются пополнить запасы средств индивидуальной защиты. Текстильные фабрики, занимавшиеся пошивом модной одежды, сменили профиль. Теперь на этих предприятиях производятся хирургические маски. В среду в центральной и южной частях страны выпал снег. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, насколько зимняя погода влияет на показатели смертности от COVID-19 и число заражений коронавирусом.